Картины Шемякина в музее занимают четыре зала, один из которых полностью посвящен их дружбе с Высоцким. Серию представленных здесь работ назвали «Двойной портрет». Помимо подлинных фотографий друзей, на стенах – литография мастера к стихам поэта, которые, кстати, Михаил Шемякин переписывал собственноручно. Картины, отмечают гости выставки, как нельзя лучше отображают строки, написанные Высоцким. Всего литографии 42 по количеству лет, прожитых Высоцким. Познакомились они в Париже в 1975 году. И, как рассказывают музейщики, буквально при первой же встрече художник понял, что перед ним талант. И первое, что он сделал, услышав, как Высоцкий поет, он побежал в магазин, купил самую лучшую аппаратуру, какая только была – магнитофоны, пленки, усилители, микрофоны. И записывал Высоцкого, сказал, все равно будем записывать не по хронологии, а лишь бы записать все. И вот на сегодняшний момент, ну, самая лучшая, наверное, коллекция записей Владимира Высоцкого, она у Михаила Михайловича Шемякина хранится. Самая полная коллекция. В музей имени Островского сегодня пришли познакомиться с творчеством Шемякина и вспомнить Высоцкого. Члены клуба авторской песни, который более 20 лет проводит подобные мероприятия, посвященные Высоцкому, исполнили для гостей выставки песни Владимира Семеновича. Непосредственно же в День памяти барда 25 июля пройдут основные памятные мероприятия. В полдень субботы всем жителям и гостям Сочи предлагают принять участие в необычном аудиофлэшмобе. Мы предлагаем всем в 12 часов дня, где бы они ни ходились, в машине, в кафе, дома, еще, просто включить одну-две песни Высоцкого. Когда мы придумывали этот проект, мы сразу вспомнили замечательные стихи Андрея Вознесенского, которые звучат буквально так. «Врубите Высоцкого в полную силу, без всякого цоколя в небо России». Завершатся Дни памяти Высоцкого в Сочи большим творческим вечером, который впервые пройдет на площадке Зеленого театра Парка Ривьера. Сочинский клуб авторской песни приглашает всех поклонников творчества Высоцкого 25 июля в 19.30. Вход свободный.